Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел не совсем библейский вопрос. Грех ли близость с женой после развода? Близость с женой в посту, после поста, до причастия, после причастия мы уже обсуждали. Это, пожалуйста, еще не обсуждали. Итак, записываем. Вопрос в каком-то смысле сложный. Надо разные аспекты его рассмотреть, потому что, в принципе, даже если вы и развелись, все равно вы еще являетесь частью друг друга. Ибо двое будут вплоть едино. Вы просто разорвали эту плоть. Но если вы не соединились с кем-либо еще и поняли, что, наверное, вы здесь поторопились, накосячили, надо еще поработать над созиданием любви, как-то вернулись друг к другу, и как-то опять живете как муж и жена, то некоторая видимость брака существует. попытка его исцеления, залечивания нанесенных этим разрывом ран. И мы такие пары повторно не венчаем. Мы говорим, что благодать вернулась. Вы снова, если стараетесь сохранить семью, влить в нее новые силы, то, значит, как-то благодать еще действует. Конечно, мы призываем все-таки этот брак оформить официально, чтобы была не просто видимость брака, настоящий брак, а чтобы каждый нес ответственность, в том числе юридическую, друг за друга, а не просто в таком браке, который вроде бы просто излеченный брак. Мужчина думал, что он свободный, а женщина думала, что замуж. А потом опять вдруг какая-нибудь вожа под хвост попадет, через 10 лет все, ухожу, выходи, выметайся из квартиры, ну, что же ты вместе купили, я сильнее. Кто сильнее, тот и прав. А я никаких документов, подтверждающих наш брак, нету. Сиделище-то в разводе есть, ни детям ничего не оставлю, ни тебе. Я уже... У меня новая любовь, настоящая, искренняя. Вот только она меня понимает, ты меня не понимаешь. Это вообще-то постарело и пострашнело. Вот, поэтому есть некоторая опасность повторения того, что уже было. Вот, поэтому хорошо бы брак снова склеить, в том числе юридически. Вот, но повторного венчания не будет. Может быть, покаяние в том, что погорячились и брак на какое-то время разрушили. Но если вы не собираетесь дальше жить друг с другом, а просто пока не нашли себе нового, то ли партнера, то ли, надеюсь, мужа, ну, поживем друг с другом в том, в этом плане, интимном, перекантуемся. То есть, это, конечно, неправильно. Ушел, уходи. Не пользуйся женой, не неся никакую за это ответственность. Поэтому вопрос действительно к женщине. Насколько ты уверена в своем бывшем мужу? Готовы ли ты снова довериться и отдать все самое ценное, что у тебя есть? Так что я бы не сказал, что это прям доконечно, да, без проблем. Даже если ты уже в третьем браке, возвращайся к жене, к первой, да, и там спи с ней сколько хочешь. Это твоя настоящая жена. Нет, да. Надо как-то уточнять причины, стремления, меры несения ответственности и так далее. Ну, какие-то выводы, я думаю, из моего спича вы сделаете. Надеюсь, брак ваш реанимируется. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...